В учениях приняли участие пожарные, спасатели службы спасения, Кубань-Спаса, энергетики, сотрудники водоканала, ветеринарной службы и заповедника Утриш. На территории Суков сложной ландшафтной местности могут возникнуть чрезвычайные ситуации с быстро развивающимися событиями. Уровень воды в районах затопления может достигать от полутора метров и выше. По сигналу тревоги в течение 10 минут все оперативные группы прибыли на предполагаемое место подтопления. В подобных ситуациях необходимо максимально оперативно повестить местное население об угрозе. Мобильные группы проехали по селу Суко и предупредили жителей. Параллельно была проведена проверка средств пожаротушения. В принципе люди готовы, места знают, действия свои знают. Что касается тушения пожаров, то же самое выбрано место и обозначено это поселок Утриш и село Суко. Большой Утриш и село Суко. Лесная местность. Сейчас все идет к тому, что будет приближаться пожароопасный период. Нам нужно понимание, какими силами и средствами мы будем располагать, как будем действовать, какая помощь может быть от общественности. Но в данном случае хочу сказать для всех жителей и гостей города, что пожар легче предотвратить, чем потушить. Особенно на наших склонах и с нашим рельефом. Это только один из этапов проверки готовности экстренных служб к возможным ЧАЭС. Следующие учения пройдут уже завтра в поселке Уташ. По предварительным данным, они развернутся в районе химически опасного объекта водоканала.